Вы смотрите Весник Северодвинска и мы продолжаем. В Северодвинске первый пострадавший от укуса змеи. Его доставили во вторую городскую больницу. Молодой человек гулял с собакой у озера в районе ТЭЦ-2. Там присел отдохнуть на траву. Затем почувствовал боль, как от укола. И увидел отползающую гадюку. Продолжит Валентина Приходько. Госпитализировали укушенного змеей спустя полчаса. Он самостоятельно вызвал скорую и вышел из леса. До дороги почти километр, хотя чувствовал себя очень плохо. Сильно болел лимфоузел подмышкой. Сначала боль в пальце, а не менее. Потом пошла опухоль. Сначала небольшая, а потом уже побольше, побольше. Молодого человека определили сначала в реанимацию второй городской. Там ему оказали первую помощь. Капельницы поставили. Повели еще какие-то уколы профилактические. Травматические взяли анализы крови. Сделали укол вакцины против этой самой гадюки. После того, как состояние Александра улучшилось, его перевели в травматологию. А сегодня отправили в первую городскую. Здесь молодой человек сначала отказался от госпитализации. Но врачи вернули больного. Ведь укус змеи опасен. Если бы Александр вовремя не вызвал скорую, яд гадюки мог довести до комы. Он поражает кровеносную систему, печень и почки. По словам экологов, это первый, но не последний укус змеи в этом году. Уровень воды низкий. Поэтому змеи максимально благоприятная для них ситуация. И для глящей тоже. Гадюки обыкновенно, если вы хотите увидеть ее в течение получаса, раза три, то едьте на остров Лесамин. Это за Никольское устье. Вот Рикосихи можно выехать. У нас они с вами попадаются в заводском парке. Трубы вдоль улицы Первомайской, от площади Егорова до Дофа. Очень нравятся змеям. Змеи любят греться на песчаных пляжах, на яграх в северной части острова. Также нужно остерегаться их возле водоемов. В окрестностях Северодвинска обитает один вид ядовитых змей – гадюка обыкновенная. Если укусила змея, отсасывать кровь нельзя. Есть риск занести инфекции. Единственное, что необходимо сделать – вызвать скорую. Вам дадут противоядие. Это поможет избежать неприятных последствий. Валентина Приходько, Владимир Богомолов, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.